Всем привет дорогие друзья, с вами Роман Сокутин и видео о том, как сделать телеграм-ботов консоли на C-Sharp. На экране вы увидите результат работы, как вы можете наблюдать, здесь примитивный бот, который отвечает на пришедшие ему сообщения. Но давайте для начала разберем предпосылки. Дело в том, что в нашем уютном чате начались настроения на тему, а давайте для практики начнем клепать ботов на C-Sharp. Как обычно были проблемы, большая часть участников прошла базовый курс обучения и совершенно не шарила во многих необходимых темах. Собственно, это видео и берет на себя задачи раскрыть эти темы. Начнем с самого начала. Первое, что нужно нам сделать, это создать нашего бота в телеграме. Делается это очень просто. В телеграме находим бот Fuzzer и пишем ему следующие команды. В данном случае вы увидите имя и логин бота. У вас они должны быть, конечно же, другими. Самое главное это то, что бот Fuzzer создал нового бота и дал нам специальный API-ключ, который мы будем отправлять при всех наших запросах. Про какие запросы идет речь? Дело в том, что API-телеграм реализована через веб-интерфейс, а в нем мы можем отправлять так называемые GET и POST-запросы. Если еще проще, то запрашивать определенные страницы сайта и при запросе передавать какие-то данные. Это мы и будем делать на C-Sharp. А пока что давайте совершим простой GET-запрос прямо в браузере. Например, у нас есть метод GET-UPDATES, который позволяет нам получить все обновления. Как вы видите, ответ нам пришел как обычный текст, и это правильно. Текст в формате JSON, и в дальнейшем в своем боте мы будем с ним работать. Для упрощения работы мы с вами можем посмотреть JSON в уже распарсенном виде, например, на этом онлайн-парсере. Видите, в тексте есть явная структура, и в этой структуре есть различные данные, которые мы в дальнейшем будем доставать. Вся информация об опеке именно Телеграма есть на их сайте. Так, например, тут описаны какие методы и как можно вызывать, как авторизовывать бота, а также какие результаты могут возвращаться и какая у них структура. Вот, например, метод GET-UPDATES, который возвращает данные в объекте UPDATE, который в свою очередь содержит объекты MESSAGE и так далее и тому подобное. С точки зрения кода объектов каких-то, конечно же, нету, но мы их можем смоделировать для удобства работы. Ну, давайте уже перейдем к коду и попытаемся его разобрать. Очень важно, что я упоминал, что мы работаем с JSON как с форматом, и для его парсинга в C-Sharp есть средства, но они немножечко сложны для такого простого примера, поэтому я скачал так называемый SimpleJSONParser. Вот его исходный код. Достаточно просто в проекте создать файл simplejson.cs. Засунем туда вот этот весь класс, весь этот код и далее уже в программе в самой сделать using simplejson. Это, собственно, нам нужно будет для того, чтобы парсить ответ сервера, доставать из него нужные данные и как-то ими манипулировать. Далее мы с вами делаем обычную программу, которая начинается в методе main, ничего сложного нет. Здесь есть две статические переменные, это переменная token, то есть секретный ключ нашего бота, который, соответственно, через который мы делаем запрос к серверу и производим авторизацию, соответственно, его нельзя никому показывать, иначе любой может притвориться вашим ботом и делать что ему угодно. И далее у нас есть статическая переменная lastUpdateId. Как вы читали в документации, у нас метод getUpdates возвращает все обновления бота. Но в таком случае у нас бы происходила ситуация, когда бот отвечал бы на одно сообщение несколько раз. И также в документации, думаю, видели, что есть такая тема как offset, то есть с какого апдейта запросить апдейт. То есть нам это надо, чтобы вот мы получили апдейты, сохранили в этой переменной id последнего апдейта и потом запрашивали апдейты вот с этой точки, чтобы нам не приходили те апдейты, которые мы уже проверили, запомнили, закрепили. Далее у нас идет метод main, стандартный, ничего не изменено в нем, только добавлено, собственно, пять строчек. Это бесконечный цикл, который вызывает getUpdates, метод нашего клиента, наш код, и, соответственно, далее ThreadSleep на одну секунду, чтобы, соответственно, бот обновлял сообщение каждую секунду. То есть вот он делает запрос на сервер, получает все пришедшие к нему сообщения, обрабатывает их, ждет секунду и опять делает это, чтобы не было слишком частого обновления. GetUpdates себе содержит на самом-то деле тоже очень мало кода. Здесь мы, по сути, что делаем? Делаем getZapros на API нашего Telegram, передаем туда защищенный ключ, указываем метод, который хотим вызвать. Нам наша API возвращает какую-то строку, да, просто текст. Далее мы эту строку парсим в JSON и этот JSON уже разбираем. Я в C Sharp в данном примере сделал getZapros через веб-клиент. Здесь есть, думаю, незнакомый вам синтаксис using. Это нужно для того, чтобы, если произошли какие-то проблемы или после выхода из этого блока using, объект веб-клиент, у него вызвался метод dispose, то есть удаление всех ресурсов, то есть сказать ему, что все, ты мне больше не требуешься, можешь освободить занятые ресурсы. Собственно, такой синтаксис применяется достаточно часто. Я создаю новый объект здесь, веб-клиент, далее пишу в консоль, что запрос обновления такого-то, да, то есть мой last update ID плюс один. И далее у веб-клиента вызываем этот download string, в который передаю следующую строку. Здесь нужно передать просто URL какой-то, да, или так называемый URL, кому как удобнее произносить, то есть какую-то строку, которая является адресом нашего сайта. Эту строку мы делаем так, это у нас API Telegram основной, потом у нас идет bot, к этой строке уже присваивается токен, да, вдобавок, то есть у нас идет api.telegram.org slash bot, наш защищенный токен, slash и метод какой-то, да, то есть в API, я думаю, вы прочитали, как строится запрос. И, соответственно, дальше у нас вот метод getupdates, то есть я говорю, дай мне все обновления. И вдобавок еще передаю get параметр offset, то есть с какой точкой запрашиваю я обновление. После этого я с помощью моего партера JSON, соответственно, все распарчиваю, и у меня здесь появляется объект JSON node, то есть это просто какая-то нода, в данном случае это будет корневая нода. Внутри этой ноды я знаю, у меня есть результат. Видите, я здесь работаю с нодами как со словарем, это не объекты, это именно вот у меня распарчивается JSON как словарик. Это достаточно удобно в данном случае. Но все-таки мы здесь теряем некий типовую философию языка C-Sharp, да, то есть мы здесь не поддерживаем типы как таковые. У нас просто есть словарь, если в словаре чего-то нет, нам нужно похитрым это все обрабатывать. Нет вот именно такого базиса, который в C-Sharp заложен, как если мы делали парсинг через дата-контракты так называемые. Ну, тоже можно. То есть я просто пишу N, индексатор, и в индексаторе передаю ключ result. Помните, у меня в объекте присылаемом в API есть result так называемый. Result это массив, массив нодов. Я говорю перебрать все результаты, апдейт присылает несколько результатов, да, на каждый месседж у меня есть, соответственно, свой результат. Далее я каждый объект результа разбираю. У меня есть вот в результе update ID, это ID, да, этого апдейта, я его записываю в lastupdate ID и пишу в консоль пришло сообщение, как R message, да, вот объект результ содержит в себе под объект message. И у этого под объекта есть поле текст, то есть текст сообщения, который мне пришел в боту. Я увожу, соответственно, в консоль сообщение, которое мне пришло, и далее вызываю метод send message, уже метод моего кода, который отправляет сообщение в Telegram. И этот метод у меня принимает следующее, это сообщение, которое нужно отправить, и кому это сообщение отправить. Видите, здесь вы можете сделать код, который бы проверял, какое сообщение пришло, и на основе этого сообщения отправить какое-то сообщение, человек, который его прислал. Собственно, объект результ содержит в себе объект message, который содержит в себе объект чат, и у которого есть ID. Соответственно, это ID чата, в котором происходит общение в данный момент с ботом. И я говорю, что в этот чат, с которого мне пришло сообщение, отправить, я получил твое сообщение. Собственно, я беру это поле ID и говорю моему парсеру, что это int. И перейду в send message. Send message работает, в принципе, так же, но с одним исключением. Я тут вызываю не download string, а upload values, то есть совершить, так сказать, пост-запрос, отправить в запросе какие-то данные. И эти данные, собственно, я храню в коллекции name value collection. То есть это, по сути, обычный словарь, но немножечко попроще. Соответственно, я создаю такой словарик и говорю, у меня есть данные, текст. Эти данные равны месседжам, которые мне прислали в этот метод. И есть чат ID, которые тоже равны данным пришедшим. Собственно, что отправлять методом, вы можете увидеть в API Telegram. Там написано, да, какие данные можно отправить или что с ними Telegram будет делать. И, соответственно, я вызываю опять-таки upload values по такому URL, то есть API Telegram, оттокен и уже метод send message. И вдобавок через запятую передаю все мои ключи и значения, то есть все данные, которые надо отправить в Telegram. Собственно, бот невероятно простой, но в нем, вот как видите, есть такие темы, как парсинг JSON, отправка getpost запросов и так далее. Думаю, уже на этом коде вы можете что-то построить свое, но при этом он достаточно примитивный. То есть здесь все-таки многого не хватает. И для вас будет полезно самостоятельно разобрать некоторые вещи, вывести более ООП структуру всего кода и сделать реально крутого и полезного бота для Telegram.